Дорогие соотечественники! Сегодня у нас в гостях, я, пожалуй, назвал бы его нештатным сотрудником авторской программы «Позиция». Настолько он любим телезрителями и настолько он любим мною. Речь идет, конечно, Валерий Осталепин. Приветствую. Спасибо. Вы каждый раз вдомываете какие-то, вгоняющие меня в краску. Мы с тобой вроде из тагмы дипломатов, а они бывшими не бывают. И поэтому искусство горит гадостью, искусство горит комплиментой. Под видом инвестия. Это у нас в крови. Я хотел бы поднять такую тему. Как-то считается, что в реальной политике, немецкий термин, который, так сказать, популярен в среде дипломатов, как-то принято считать, что только интерес движет миром. Какая тут мораль, какая тут чего. А вот я повторяю, некий мудрец по имени Аристотель, это титан мировой мысли, как-то сказал, что политика должна стать высшим выражением добродетели. Вот я задумался, кто прав, старик Аристотель или вот эти умники, которые считают, что совести в политике не надо, ни во внешне, ни во внутренний интерес, у парты весу и так далее. Вот тебя, как специалиста по безопасности, не тревожит, что степень нашей безопасности во многом зависит от степени нашей совестливости? Или как? В одной известной книге, которая потом стала известной фильмом, офицер немецкой безопасности спрашивает у пастора, скажите, пастор, чего в человеке больше? И на протяжении очень многих лет, десятилетий, веков, постоянно люди задаются одним и тем же вопросом, чего же больше в человеке хорошего или плохого? И вопрос, который вы сегодня задаете, на него наверняка, кто бы ни ответил, будет по-своему прав. Потому что если посмотреть на количество гадостей, происходящего в мире на протяжении человечества, если посмотреть на количество... Валерий, секунду, я вот сейчас опаздывал, да, на передачу, значит, ехал и увидел эти вырубленные деревья. Вот эта мерзость, это вот интерес перед совестью вышел вперед. Это урод, даже вот нашу обыденную жизнь. Вот вы просто этим примером, вы еще раз подтверждаете то, что я начал говорить, что если смотреть вокруг нас, то, конечно, можно уйти в такой жесткий пессимизм, что все-таки больше совсем нечеловеческого и больше совсем не морального, и выигрывают подлецы, мерзавцы, люди, лишенные всякой морали. Есть такое. И, кстати, большинство людей, с моей точки зрения, слабые духом, в какой-то момент разочаровываются. Отчаянятся. Перестают, совершенно верно, перестают это воспринимать как проблему, либо встраиваются в это, либо начинают заниматься своей обыденной жизнью, забывая о том, что на самом деле все совсем не так. Если перечитывать мировую историю, или у кого не хватает терпения или возможности хотя бы части истории, мы увидим, что, во-первых, люди в своей сути за всю свою историю на самом деле не меняются. Но не меняются они. Ну хоть ты треснешь. Вот читаем Ветхий Завет, читаем Библию, читаем Новый, смотрим... Киллари, Астафана, Шекспира... Потом идем дальше, историю Византии, все, чтобы сейчас не продолжать. Все эти империи, все эти герои, все антигерои, да они один на другого похожи. Типа же. И по методам, и чем занимались, и как подкупали, а самое главное, и чем заканчивали. Все, всегда. Ну можно коротко сказать, что все там будем, но не совсем. Кому-то в истории уготовлено место, о котором еще несколько поколений подряд стесняются говорить, даже его правнуки. А кому-то уготовлено место в истории, о котором говорят столетиями, и все восхищаются, изучают, и никогда до этого уровня не дойдет. Конечно, каждый для себя выбирает свой путь, это безусловно. Можно выбрать свой путь, что у этой страны нет перспективы, я о Молдавии говорю, здесь все плохо, пусть мне правительство даст, или... У нас же много лагерей здесь, кто за белых, кто за красных, кто за Европу, кто за Россию, и так далее. Можно это все найти и пойти по пути, что сваливаю из страны, здесь нет никакой перспективы, я думаю, а где... Ну, понятно, хорошо, я принимаю такую точку зрения, я никого права, я не критикую, пусть будет так. Хотя, честно говоря, большинство из этих людей никогда себя нигде не реализуют, мало шансов в том, что они будут где-то счастливы. Есть другие люди, которые пытаются в первую очередь реализовать себя в этой стране, преодолевая все эти преграды, и самое главное, но нигде не бывает легко. Но нигде, ни в какой стране. Есть более развитые системы, да, намного проще сегодня, например, в Норвегии или в Германии, безусловно, намного проще. Да и то там в Норвегии 70 человек-идиот из автомата уложил. Но есть свои, своя специфика, есть свои трудности, то есть идеального места на Земле нет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, естественно, что только каждый из нас в силу своей ментальности, готовности, а самое главное, на мой, это мой субъективный взгляд, характера, есть у тебя характер, готов ты бороться или сдаться сразу в плен. Причем не важно кому. Даже хватит ищет, где вы могли сдаться. Кому он там сдается, это уже характер, потому что он готов, он так будет делать всегда и везде. Плохая новость для тех, кто, конечно, интересуется более масштабными вещами, что мир не будет спокойнее следующие ни 5, ни 10 лет. Период определенного спокойствия, которому мы-то с вами еще люди, которые помнят и Советский Союз. И поэтому то, что произошло в 90-х, было большой трагедией, но в 2000-х как-то восприяли, потому что вроде что-то как-то. И сейчас многим из нашего поколения с вами и многим людям, конечно, не хочется верить, что куда уже хуже. К сожалению, мой прогноз, что... Лучшего не будет. И нужно уметь ценить и своих близких, и свое время. И там есть возможность оценить вот эту относительную безопасность, которая пока что находится. В другом времени нам никто не подарит. К сожалению. К сожалению. Нужно четко понимать наше место в мире. Могли бы играть более важную роль. Могли бы быть и серьезнее, и повлиятельнее. И свое слово, может быть, где-то сказать. Но это не так. И мы понимаем, что в следующие 5-10 лет этого не будет. В Молдавии, если мы анализируем то, в каком находимся мы сегодня состоянии, те, кому сегодня по 15-20 лет, а я смотрю на 10 лет вперед, мы уже понимаем, с какими проблемами мы будем сталкиваться. Я на днях смотрел случайно это видео, которое было в интернете по поводу... Господин Клименко сделал замечание в центре по поводу этих палаток румынских с этими детьми, которые что-то подписывают. И пришли двое полицейских, которые отказались с ним категорически говорить на русском языке. И это был явный Димаш. Мне совершенно понятно, что это просто два недоразвитых человека во всем полноте этого слова. Что один, что другой? По их поведению им место, конечно, не в полиции. И не в политике того. Но я говорю конкретно про этих полицейских, которые меня заделали, так как эти люди... Вот тоже хорош. Я просто почему сразу... Это другая тема. Это помнишь, как старый японский Каан хлопает и спрашивает, какая рука хлопнула, левая или правая? Вот я говорю, тут встретились два болтоса и показали уровень своей культуры. Но я увидел, если эти... Вы себе представляете, представители полиции, сегодня это молодые ребята. Эти полицейские, они там не больше 24 лет. Достаточно всмотреться в их лице и послушать, что они говорят. Но это ходячий конфликт. Все, уже я вижу вот из этих двоих... Конфликта генная. Вот эти двое, а их много, вот это уже будущее. Потому что вы-то получше меня помните, как начинался, в 89-е и 90-е. Помню, помню. Вы прекрасно это помните. Ну вот они, внуки. Готовый уже фактор. А те, кто в палатках, так это вообще огромная проблема. А если посмотреть, что висит на стенах в наших школах, какие карты и какие руководства, то, что ты говоришь, вот оно. Зреет. И, имея в виду, что в мире, в мире из-за экономики, США, Россия, Украина, это что, на год? Все 10. Зарядили, будь здоров. Совершенно верно. Это на целые поколения. И проще уже не будет. Поэтому каждый, абсолютно как бы пафосно это ни звучало, каждый из тех, кто на себя смотрит, он будет выбирать в своей жизни. Он будет бороться все-таки за какую-то совесть, мораль и какие-то свои принципы. Или встанет, как все, в заготовленное место в стойле. Вас погоняют, будете делать, уготовлено вам все, будете подчиняться. Нагадится в стойле. Да, так поэтому потом не надо жаловаться, только это самое главное. Потому что, видите, сейчас очень самая популярная тема с этим психопатом. Ну, кого не спросишь, никто за него не голосовал. Ну, никто не голосовал. Ну, при этом три мандата. Поэтому, если так каждый раз, или я вот из тех, с кем я участвую на передачах иногда, то уже смотрю деятелей, которые 5-7 лет подряд, и вы их прекрасно знаете, те, кто на себя смотрит, знают. 7 лет подряд рядом сидели. Они в прямом смысле слова вылизывали этих людей. Били в ладоши. Кричали там от радости, от экстаза. Сейчас они говорят, мы всегда их критиковали. На тебя. Ну, куда мы дойдем? То есть, с этим видом людей, их же много. А мы говорим тут о морали в политике, об этике. Да тут конь не валялся. Поэтому, да я бы сказал, вы знаете, вы привели хороший пример. Я не могу не ужесточить. Да тут труп, по-моему, этого коня. Он же ему и здесь и не валяться. Это реальная проблема, это не шутка. Потому что один из, вы затрагивали, и часто затрагиваете уже в вашей передаче эту тему. Вопрос воспитания, вопрос образования, и то, чему мы собираемся, и как, и кто, и кого обучать в этой стране. И кто придет на наше место. Это очень важно. Время летит очень быстро. Я думаю, что все это уже поняли. Результаты Майи Санду и Карина Фусу мы уже на днях увидим. В прямом смысле этого слова. Раз, два, три, и все, быстренько уже приплыли те, кто не говорят вообще ни на одном языке, кроме, в кавычках, который уже у нас конфликт. Потому что он не просто называет его иначе, он не воспринимает тех, кто называет иначе. Там уже определенный менталитет. Практически ничего не знают, ни в чем не разбираются, ничего не хотят. У них одно слово, которое им, естественно, капают столько лет. Ну и что, о чем будем разговаривать. Если они ничего не умеют, ничего не хотят, для них единственное, как вы сказали. То есть, главное повторять Европу. Главное это повторять. Тогда у тебя все получится. И с точки зрения развития государства и конфликтности, ну, конечно, дела идут все хуже и хуже. То есть, с безопасностью пока что... Да все хуже и хуже будет. Какой-то, скажем так, какой-то целенаправленной политики в области безопасности, начиная экономическая безопасность, энергетическая, финансовая безопасность, безопасность касательно человеческого капитала, угроз внутренних и внешних. Там тьма-тьмущи, эти угрозы сейчас как грозовые облака, эти тучи над нами и молнии сверкают. А у нас такое впечатление, что, ребята, мы в это время хижину нашу растаскиваем по кускам. То есть, такая беспечность. Кстати, слово «беспека» у украинцев, безопасность. Откуда? От беспечности. Вот как ты, как специалист в безопасности? Смотрите, как любопытно у нас получается. Сейчас правительство настаивает, чтобы парламент побыстрее принял этот закон по поводу долга, который на нас на всех ложится, по поводу украденных денег. А что мы слышим в публичном пространстве о том, не то как возвращаются эти деньги, я не наивный человек, а как происходит расследование. Потому что эти деньги, с одной стороны, которые мы будем возвращать, много лет и не мы уже, а наши дети, это понятно на сколько. То есть, у нас их по факту украли, мы параллельно с вами ежемесячно платим налоги за существование правоохранительных органов, правильно? И там есть конкретные люди с конкретной фамилией, их зовут так-то и так-то в правоохранительных органах, которые отвечают за расследование, правильно? Да. Это деньги украдены не у кого-то, у нас у всех, у каждого, потому что мы их возвращаем. Мы имеем право знать героев, фамилии, когда, куда, но деньги не можем вернуть, хорошо, но хотя бы для души, чтобы мы знали. Мы имеем это нормально, чтобы каждую неделю нам рассказывали, вот как продвигается, вот еще от кого-то. Нет, мы имеем другую картину. Но это же очевидно, что собираются это дело так накрыть, замести, да, а вы, ребята, платить. Опять же, каждый, повторюсь, выбирает. Если как государство, вот сегодня представлял Киртуака в центре города свой, даже не знаю, как его назвать, что там несложно, это издевательство очередное над нами, над всеми. Ты имеешь в виду бенефис с деревьями порубанными? Да, в бассейне. И большинство людей, которые проходили по центру, хотя могли и собраться, не только проходя мимо. Ну вот, наверное... Дверь, я прямарею там по курсу, по ходу. Наверное, по большому счету, мы с вами сейчас проходим этап расплаты за беспечности, проявленную... А беспечность и безопасность – это слова одна, смысловые. Конечно, потому что если ты себе позволяешь такую роскошь, то будь добр, потому что как минимум тебе нанесут определенный урон или ущерб. А вообще можно и голову потерять. И вот то, о чем мы сегодня, над чем мы маемся, то это результаты беспечности пяти, семи, десяти летней давности. А я вернусь к началу нашему разговору. Это далеко не самое страшное из того, что ожидает те, кто идет за нами. Потому что система основной, которая обеспечивает функционирование государства, она перестала. Она после 2009 года еще функциональна, еще определенное время. По инерции какой-то, еще года два она была. Сегодня система, которая обеспечивает функционирование государственных, я подчеркиваю, интересов нашей страны, ее нет. Не то, что она слабая. У нас принято говорить о том, что у нас слабые государственные учреждения, институции. Нет. Не существует их. Сегодня эти государственные учреждения, которые оплачиваем мы с вами, они не работают в интересах государства. Они работают для прикрытия других интересов. Вот что происходит. И об этом нужно говорить честно. Что тут скрывать? Очевидно и все понятно. У нас что? Есть хотя бы одна функциональная структура, к которой мы можем обратиться и получить качественное обслуживание. Я говорю обслуживание своих интересов. Мы можем назвать любую структуру, которую ты уверен, что она будет действовать согласно закону. Но такого же нет. Никто не верит в это. А для того, чтобы сегодня сравнять с землей, а создать, лет пять, а то и десять, при наличии политической воли и критической массы людей, которые солидарны и имеют. Желают это и готовы. И готовы. Вот этого нет. Поэтому я не хочу, что наша передача с вами сегодня была, знаете, такой... Дессимистическая. Да, или апокалиптическая. Ни в коем случае. Нет. Но нужно четко понимать, где мы находимся. И что происходит? И четко отдавать себе отчет трезво, что нужно каждый на своем месте, где может, принимать за себя решение. Вот у меня есть знакомые, которые очень часто... Мы говорим примерно те же вопросы, которые вы сегодня задаете. О морали, например. Реально ли мораль в журналистике? Вот мы недавно беседовали. Часа четыре очень интересные ребята. Вот они пытались меня убедить, что в принципе можно оставаться в современной Молдавии моральной журналистике. Это был очень длинный, долгий и важный спор, который начинается с того, что большинство журналистики, если мы говорим о ней как независимой, но у журналистов нет своих денег, они уже на кого-то работают. А этот кто-то в наших всех условиях, как правило, имеет свои интересы, которые ты, естественно, обслуживаешь. Поэтому реально ли? И вот этот вопрос можно спроекцировать практически на любую деятельность. Есть сегодня у нас профессиональные врачи, которые совместимы с моралью? Наверняка есть. Но все меньше и меньше, а практически не осталось. Да, вопрос в доле, в структуре. И так далее. Тогда мы придем с вами к серьезнейшему вопросу. Кто конкретно, что и как строит из нашей страны? Мы граждане, мы народ? Нет, мы в этом не участвуем. Определенная группа лиц, там есть политические партии, вместе взяты и так далее. Нет, я в это не верю. Если это просто несколько человек, так они что строят? Давайте я отвечу для тех, кто не понимает. Они обустраивают свою жизнь. Конечно. Никто ничего из этой Молдавии не строит. Нет, они творческие ребята, очень творческие. Мы это судим, как исчезают ресурсы, финансы, средства. Я ответил, они обустраивают свою жизнь. Но к ним вопрос... Вопрос, да, чем они занимаются? Мы здесь, которые говорим... Понимаешь, ну, секунду, Валера, в порядке диалога. Значит, вот мне нравится вот это выражение. Я часто иду по базару, покупаю с мужиками, дамами, беседую, продавщицы. Где узнают, где там... По-всякому. Короче, контакт есть с массами. Особенно поколения, которые постарше побывали этим. И как-то видно, эта передача более интересная, их затрагивает. Вот. И кто-то там... Да поишься здесь темпс. И тут рядом другая женщина, более, видно, умудренная, говорит... Мы на пьезде штепсмин трудыше. Лас проще, да макар, колья, где совести. То есть, посмотри внимательно. То есть, критерий ума... Казалось, это же ценно, когда человек умный, разумный, там, и все такое. А тут люди уже этого боятся. Они понимают, что это повернуто не на служение обществу, не на помощь этим людям, не на обеспечение и продовольственной, и экономической безопасности. Это идет на обеспечение сугубо кланового и семейного благосостояния. Да и умные они за счет дураков. Да. Это так и есть. Помнишь, жму руку дуракам. Да. Обеими руками, как многим, в сущности, обязаны мы им. Но если бы не были другие дураками, то дураками быть пришлось бы нам самим. Перевод Маршака из Роберста Бернса. Что-то изменилось? Ничего, ничего. И, кстати, то, о чем мы сказали, что люди не меняются. И единственное, на все эти вопросы есть один ответ. Каждый для себя выбирает. Ты к кому будешь примыкать, если будешь? Можно за тех, а можно за этих. Можно пойти по протоптанной дорожке, самой легкой, встраиваться в систему, куда тебя пытаются и, собственно, встраивают. Или ломают. Или ломают. Можно пойти другим путем. Каждый его выбирает. Но очевидно, что за счет этой беспечности, которую мы сегодня, видите, лейтмотив передачи, жизнь становится и будет в Молдавии, она будет качественно падать. Не стоит даже близко надеяться, что в ближайшее время, я не говорю про месяца или один-два года, про пять-семь лет, будет намного тяжелее. И так мы приходим к выводу, что причина вот этого отсутствия, скажем, безопасности во всех сферах нашей деятельности, то есть обеспечения, кстати, снова корень, обеспечения, безопасность, видишь, как слова, язык мудр, язык, он отражает все, нашу многовековую, мало что за эти века изменилось. И вот возникает такой вопрос. Слово мы произнесли – менталитет. Вот это ключевое слово. И тогда получается, что вот обычно как-то люди так смотрят, ну, менталитет, менталитет, там на хлеб его не положишь, там вроде как дым какой-то, туман. А ведь вот когда-то Александр Македонский, кстати, забывают, что этот Александр Великий был в молодости, в юности, в молодости, учеником великого Аристотеля, тот, с кого мы передачу начали насчет политики, насчет добродетели, он сказал, учитель, это он обращается к Аристотелю, как это так получается, что любая бестелесная фантазия, когда она поселяется в головы людей, вдруг превращается в суровую реальность. Юноша, то есть говорит о том, что он интеллектуальный, иначе он не просто рубакой был этим парнем, персов там разнес и создал эту великую эллинистическую империю, которая, кстати, впервые объединяла Запад и Восток. Это его творение. Вот этот мудрый юнец, или как он сказал, великую мысль. Насколько все-таки вот это мировоззрение, идеология, манера вести себя, этика, насколько она материальна, Валера? То есть мы говорим, так духовно что-то, насколько она с уржовой реальностью обращается. Как вот твое мнение? Мы сегодня не успеем, надо будет как-то нас с вами обсудить и вопрос религиозности абсолютно в эту же канву, потому что у протестантов, у католиков... Кстати, один вопрос. А нельзя ли употребить такой термин, он кажется оксюморомным, чем-то непонятным, морально-этическая безопасность народа? Конечно, конечно. Очень, очень адекватное и очень точное понимание. Я начал говорить про религиозную составляющую очень кратко, не буду сильно развивать эту тему, но... Тем не менее, это наша традиция. У католиков служение обществу и твоя обязанность перед обществом, комьюнити, это один из ключевых моментов. И у протестантов? С рождения. И у протестантов. Что ты не просто должен работать, ты должен и обязан работать на благо общества. Просто комьюнити чуть меньше понятия чем само общество. От них пошли госпиталя, вот это все, оттуда пошло. Мы сегодня в Молдавии, где-то вот в любой сфере, почему я сказал и религия составляющая, пусть это будет мораль, пусть будет это школа, университет. Не говорим. Пусть это будет семья даже. Кто-то обучает своих детей о его долге перед обществом, о том, что где бы ты ни был, на каком месте работы, что у тебя помимо твоих личных дел, есть еще и долг перед обществом, перед страной. И ты можешь сам решать, каким образом реализовать это. О том, когда мы говорим о налогах фискальной, политике государства, это же для всех абсолютно абстрактная вещь, как правило, вызывающая ненависть и раздражение, и абсолютно справедливо. Но почему? Потому что она совершенно безмозгла и нечестна, и она абсолютно никому не объясняется. Почему? Потому что человек работает, у него отнимают половину денег, которые пропадают, их крадут, ничего не функционирует. И, конечно, что есть это раздражение. Дорог нет, этого нет, тут воруют, конечно, чего я должен вам платить. Но если мы оставим вот эти эмоции в сторону и поговорим о том, что на уровне государства, которое я бы хотел, чтобы мы строили, на это не происходит. О том, что налоги, это то, что мы с вами сегодня скидываемся. Это кровь государства. Для того, чтобы сделать что-то. Кровь государства. Но те, кто руководят этим государством, конечно, им не хватает ни ума, ни знаний, понимать, что это же люди должны понимать. И налоги будут платиться тогда, когда это будет не просто транспарентно по бумаге, что ты заплатил столько, когда люди будут видеть вот результат. Мы все сегодня скинулись, сколько нас здесь? 2 миллиона осталось. Вот мы все скинулись и построили один километр вот этой дороги. И вы все увидели, что ваши деньги не украли, а этот километр дороги есть. Уже настроение поднимается, уже вера появляется. А без веры? Конечно. Вот вам и мораль, вот вам и честность. И вот вам налог. Не думал я, что мы через религию прием к налогам. Кстати, а видишь, как оказалось взаимосвязано? Ну, вы задали вопрос, я вам на него отвечаю. Вот вам связь, одну, другую. Цепочка. Ну, конечно, а как без этого? Ну, а теперь все это давайте скомпонуем. Так, значит, связано все в единую цепочку и образование, и мораль, и религия, и вера, и государство. Менталитет. И менталитет. Просто нам чего не хватает, и не ждите, что они скоро появятся. Нам не хватает моральных лидеров, людей, на которых можно опираться. И вот тут я бы хотел Валерий сказать такую вещь. Как-то вот я присутствовал там на одном собрании, где были и наши деятели, культуры, и россияне, вот и там и Проханов присутствовал, и значит, еще ряд таких. И что-то на меня накатило. Вот я так посмотрел, я же наполовину молдаванин, наполовину, по-моему, русский, мне как бы дорога и одна культура, и другая, и дороги эти исторические традиции, от которых никто никуда не уйдет, сколько бы их не рушили, не пытались разломать, историческую память, историческую совесть загрузить, тем не менее. И вот я посмотрел, что-то произошло с россиянами, вот как раз, когда вот начались вот все эти проблемы, санкции, вот эти вот, как-то народ стал объединяться, причем самое удивительное, люди разных национальностей, то есть во времена, если Ельцина вот какой-то период был полураспадок, все гнило, как-то разваливалось в части, то вот когда эта общая беда, общая проблема возникла, и угроза, вот как раз серьезные экономические угрозы, и особенно военно-политические и так далее, вот чувствуется, как-то люди восприяли, как-то вот я вспомнил этот фильм «Брат-2», где этот низенький брат, этот Виктор забыл фамилию, актер изумительный, где он там стоят вот эти ребята мощные, с нынки Украины, и те бандиты, и эти тоже, он говорит, ты что, ты мне, говорит, за Севастополь ответишь, вот это есть что-то такое российско-татарское, вот такое чеченское, это в этой мешанине нации, в российской, не русской, в мешанине это, вот такое, когда появляется, там все между собой интересы, там, но когда появляется угроза общая, особенно общий враг, да ты что, да ты, как угрозы, какие угрозы, говорит, и вот уже это Европа идет, а можем мы эти санкции как-то ребята, так вы их начинали, вот вы их снимаете, Режеп Эрдоган получил по своему самолюбию удар, когда он поехал на похороны Кэсиуса Клея, который потом стал Мохаммеда Мали, да, привез там, покрывало из Мекки, речь приготовил, а ему что там в Америке Режеп Эрдогану дали понять, ты кто здесь такой, ты что здесь, шоу пришел, сиди вот там тебе местечко в таком ряду, ну, вот он обиделся, и Владим Владимировичу письмец он накатал, так может типа, что конечно получилось неудачно, а может мы подружим, а Владимир Владимирович думает, ок, значит вопрос об этом газа и так далее пойдет, и так далее, я о чем говорю, я говорю о менталитете вот этого народа, который не распался, вот что такое Россия, империя, там, то-то, все, это организм целый, многонациональный, многоконфессиональный, разноплановый, генетический, культурный, но это, смотри, Валера, как опасность, я-то родом из СССР, и ты родом из СССР, дело не в этих трех С, и в одном Р, это мы люди определенного менталитета, и культуры, и когда наших бьют, нам не все равно, а тут учат вот это поколение, учат так, там мы вообще кто, и народа такого молдаван нет, и языка нет, да и страна, как бы, не 700 ей лет, она непонятно, создалась, типа, по какому-то дурацкому пакту Моланта-Варимпентропа, Моланта-Варимпентропа, да, специально не называют, оказывается, Стефан Великий воевал, защищая пахот молока, варимпентропа, бред, надо признаться, что за последние 20 лет, если спросить, одно из самых больших, одно из самых стратегических ошибок нашего государства, и это, конечно, мы упустили вопрос образования и воспитания, если бы мы выработали, и это было бы возможным, выработали быстро, настоящий учебник истории нашей страны, настоящий, объективный, объективный, как был, то очень многие вещи, они, ну, не выглядели бы столь тупо сегодня, вот для, для наших телезрителей, как много может, вот, надеюсь, что нас кто-то смотрит сейчас, кто может ответить, ну, быстро так, за одну секунду, за одну секунду, вот сейчас задайте себе вопрос, в 18-м году, этот, псевдопарламент, который назывался, Свату Церий, на каком языке, кстати, никем не избраны, это другая тема, поэтому, я поэтому и назвал, псевдопарламент, на каком языке велись работы Свату Церий, одна секунда, ну, так, понятно, на русском, потому что, только, только, так сказать, отгремела, так сказать, Октябрьская революция, весь уклад был, все постановления, конечно, общения, румыны, вам рассказывают о том, что решение присоединения было? На каком языке она пишет? На русском рассказывает? Не рассказывает. А, можно еще один вопрос, вот основные деятели, так называемой, Молдавской народной партии, которая, стояла за всем этим, в кавычках, объединением, вот все эти деятели, основные, они создали Молдавскую народную партию, она так называлась. И Молдавскую демократическую республику? Они ее создали, большинство из которых приехало, прикатило сюда, совершенно не живя здесь. Так подождите, Сталин выдумал молдавский народ? Если ваши румыны в 2018 году создают здесь Молдавскую партию, что же вы несете через 100 лет, что это выдумка Сталина, на которой вообще, то есть через сколько лет здесь вообще что-то было. Вот если люди начнут изучать объективно, я же не придумываю, это любой может проверить, то, что я сейчас сказал. Но это же должны знать и четко понимать, и что было. Это тоже два примера, потому что столько бреда несется. Еще какого? Мы... Насчет поражения, вот это самые, самые мерзостные подлые бреды. Значит, выходит, у меня один дед, значит, молдаванин, а другой русский, погибли на фронтах Великой войны. Оказывается, эти люди проиграли войну. Это, оказывается, помнишь, Гимпу, Михаил Федорович? Это поражение. Я говорю, да они там, ей-богу, из могил бы этих восстали, поймали его, и не знаю, что бы с ним сделали. Виктор Иванович, те, кого представляют Гимпу, на самом деле проиграли ту войну. Да, так он и кричит, что о поражении, так вот так и скажут. Ты проиграл ее. Это правда. И фашисты проиграли. Я почему и сказал. Да. И нацисты. Да, те, кого он представляет, они на самом деле проиграли. Так вот, мы начали передачу и заканчиваем ее. Давайте определяться, кто к какому лагерю. И, соответственно, сидишь дома, ничего не делаешь. Ждешь, пока тебе кто-то сделает. Никто ничего хорошего просто так не сделает. И за то, чтобы быть независимым, и за все это нужно по-настоящему бороться. И не бояться. И продвигать свои моральные принципы. Потому что, а что, можно радоваться за то, что происходит вокруг нас и с точки зрения экономики и политики. И только психи радуются конфликту между Украиной и Россией. Есть же, опять же, кто у нас больше всего радуется и считает, что нужно еще добавьте бензин в огонь. И не понимают, кого спалят в первую очередь. Больше всего я смотрю на лица тех, кто больше всего призывает в нас в НАТО, к милитаризации, к войне. Как, кстати, происходят боевые действия сейчас у Шалару с Россией? Не знаете, на фронте? Ну так он великий стратег. Нет, так он же воюет с Россией, он продолжает. Я говорю, что великий стратег. И как у него, на боях там, сколько полегло. Нужно тогда нам определиться. Мы здесь, в нашей стране, сможем долго продолжать эту клинику? Ну что, на вот этом вопросе, глубоком, так сказать, с известным ответом. И экзистенциальным, да, с известным вопросом. Хочу поблагодарить тебя, Валерий, за участие в передаче. Дорогие соотечественники, то, о чем мы говорили сегодня, это далеко не отвлеченные вещи. Это далеко никакие не абстракции. И вот те спиленные, уродливо торчащие карандаши деревьев, это как раз то, о чем говорил юный умница. Ученик Великого Аристотеля Александр Македонский, когда в голове людей, в головах людей поселяются химеры и бредни, это всегда отражается на их жизни, на их материальном уровне. Посмотрите на эти обрубки деревьев, которые на Штефанне Чалмаре. Вот она материализация мерзостей, глупостей и невежества и подлостей. Заканчивая эту передачу, еще раз хочу поблагодарить Валерия Остолепа за участие в нашей программе. Будьте бдительны, обнимаю вас, желаю вам всего самого наилучшего. Вас приветствует авторская программа «Позиция» и я ее ведущий Виктор Борщевич. КАМА БОДОЛЕ Субтитры подогнал «Симон»